всем привет в прошлом видео я вам обещал показать как легко и быстро можно сделать удочку для ловли в отвес с лодки также она подойдет для зимней рыбалки для блеснения чем сейчас и займусь для этого потребуется вот такой вот хлыстик в рыболовном магазине такой стоит около 20 рублей также приобрел в том же рыболовном магазине катушечку цена и 40 рублей но буду я делать не из такого от хлыстика а в прошлом году у меня сломался кончик спиннинга кольца я использовал уже на другой хлыстик осталась вот такая вот цельная палочка из нее и буду делать удочку на такой удочки дальний заброс не нужен потому что вы будете ее опускать вертикально поэтому не заморачивался выгнулась сталь из нержавейки два вот таких вот колечка одно будет на носике одно поставлю вот так вот на середину ну и в качестве рукоятки будет использоваться три пробки винных которые сейчас обработаю выровняю них вот эти вот края чтобы они плотненько друг другу прилегали все это дело буду клеить обычным супер клеем самым дешевым для ловли в отвес с лодки подходят как блесна наподобие каст мастера так вот такие вот балансир чеки я же буду использовать и вот такого чертика который я делал в прошлом видео первым делом выравниваем торцы пробок чтобы они плотно плотно прилегали друг другу я это буду делать на гриндере вы также это можете сделать обычным канцелярским острым ножом после того как на всех трех пробках выровнял боковую поверхность нужно разметить и просверлить отверстие приблизительно по центру отверстие должно быть чуть чуть больше чем заход но меньше чем выход грубо говоря буду одевать их через верх и сюда вот так вот натягивать чтобы они сели плотненько это делаем в первую очередь на всех трех пробках отверстие намечено теперь при помощи тонкого сверла и дрели расширяем их делаем заход ну и примеряем все отлично то что здесь немного не соосность это фигня дальше это все я обработаю при помощи наждачки ну а катушку буду крепить при помощи обычной изоленты даже заморачиваться не буду ручку примерно сформировали ждем когда супер клей подстынет и продолжим клей схватился теперь при помощи либо наждачной бумаги либо как я на гриндере доводим ручку уже дома убираем вот эти вот рисунки уравниваем пробка очень легко обрабатывается поэтому у вас это не составит никаких проблем даже при помощи обычной наждачки ну вот уже что у меня получилось здесь немного закосячил пробка чуть-чуть кривая было не дает откроется вот так вот катушечкой не будет видно теперь можно заняться в клейкой колец раз у меня здесь косяк это и будет у меня низ чтобы закрылась катушкой ставим так кольцо берем капроновую нитку начинаем ее потихонечку вот так вот наматывать очень плотненько чтобы кольцо хорошо прижалась с края сделали несколько оборотов и пошли вот так вот по кругу и точек при точку до самого конца подматывать хорошенечко вот так вот притягиваем чтобы не нитка в натяг была так вот круговыми движениями все это дело фиксируем когда все домотали смотрим чтобы колечко у нас стояла ровненько подправляем если что и теперь также при помощи суперклея это надо все дело зафиксировать лишний хвостик потом отрежем будем таким же образом вклеивать крайнее кольцо также виток к витку наматываем капроновую нить подтягиваем ее чтобы она прилегала плотно здесь вот специально сделал петельку не упредивая хвостик спереди все это дело затягиваем теперь смотрим соосность если что чуть-чуть подправляем также можно теперь клеить на суперклей суперклей очень хорошо пропитывать капроновую нитку поэтому лишнего ничего не суперклей высох теперь для более красивого внешнего вида можно покрыть нашу капроновую нитку обычным плодостойким лаком опять же это делать не обязательно кому как нравится после того как лак высох остается только закрепить катушку и оснастить удочку с катушкой ничего выдумывать не буду просто примотаю обычной изолентой также все стреляем выставляем чтобы было все ровненько начинаем приматывать я считаю это самый простой вариант тем более удочку я делаю на скорую руку дольше сох лак чем я ее собирал и вот что у меня получилось отличная блеснилка теперь остается только оснастить раз у меня тут все бюджетно я также буду использовать клинскую леску толщина 0,35 вес до восьми с половиной квадрат продеваю леску в кольца привязываю катушки лишний хвостик откусываем начинаем наматывать на катушку как раз вошла вся леска 100 метров теперь на краю надо сделать петлю примерно с запасом сантиметров 15 обычный двойной узел обязательно смачиваем и затягиваем лишний хвостик откусываем ну и на край петли надеваем карабинчик с верхнюю шком продеваем в ушко и перекидываем обратно дальше если вы хотите рыбачить на судака ничего больше делать здесь не надо просто на карабинчик одеваете свою приманку и начинаете рыбачить если же вы хотите рыбачить на щуку то обязательно надевайте поводок и после этого только цепляйте свою приманку объясню почему но судака не нужен поводок судак почему-то их боится и не подходит если у вас на снасти одеты поводочек поэтому на судака лучше рыбачить только с одной леской ну в общем вот такая вот удочка у меня получилось ее можно использовать как и для рыбалки с лодки так и для зимней рыбалки довольно легкая как вы видели сделали практически из одного хлама то есть никаких вложений кроме катушки я не сделал надеюсь что это видеть для кого-то было полезным кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем пока и до новых интересных видео